Тащился, постоянно атакуя и вияясь об стену. В тот момент еще становится 4-0. Квиты. Квиты с фахтанка Динамо. За первый круг. Вот и она атака, которой мы дождались. Такое ощущение, что высший назови на Симшок забивал. Он забивает этот гол. У меня стойкое ощущение другое, что у Ная Эмили здесь мы больше не увидим. Вот это возможно. Сейчас можно попросить наших коллег показать, что у Ная Эмили, он продолжает ходить на босс, если никому не обращается, просто замер в одной позе и стоит. Примерно так же выглядел Славян Билич, когда здесь в Ложниках локомотив на последней минуте пропустил гол и проиграл московскому ЦСКА. То есть какое-то полное ощущение беспомощности и непонимания того, как же это все происходит. Игры-то были совсем разные. Локомотив тогда и в девятерок в концовке матча, оставшийся вперед Леса мог забить при счете 1-1. И пропустил гол практически со свистком орбитра. Там действительно была такая уж, извините за вульгарное Славцо, непруха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...